Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Priya. И сегодня первое открытие еженедельного хранилища Shadowlands. Уверен, оно будет замечательным, система понравится многим игрокам, и все будет вообще, в принципе, замечательно. В принципе, о сундуках и так уже много видосиков было, система вся объяснена, так что начнем. Собственно, есть аддон, довольно-таки интересный, который позволяет рассматривать хранилище, находясь далеко от него. Great Wallet называется. Скликнув на него, он сейчас ничего не покажет, потому что ничего не закрыто. Вот, закрыт был 14-й ключик. Значит, что там, чумные каскады. Вот, рейтинг был проведен 9 из 10 героев. И получается, рейтинг арены 1600 был апнут. Ну что, поехали. Создача добычи. Создача добычи для специализации. Создание. Где мой лут? Вот он, мой лут. Ну, как говорится, теперь давайте думать и смотреть. Значит, что у нас тут такого есть интересного? Значит, тут перчаточки интересные, тут шея интересная, хотя она объективно не очень уже для меня. Вот. И тут нека. То есть, эту нека мы даже не рассматриваем. Далее. Хорошие ножки за 14-й ключ. Ножки, брать 226-й вместо 220-х. Ну, такое себе. Тринкет, который вынуждает меня стоять на месте при проке. Спорно. Шапка с мастери. Это очень интересно, это очень хорошо. ПВП награды тут мы даже рассматривать, похоже, и не будем. Есть такое ощущение. В общем, сейчас мы перейдем к симам, и мы глянем абсолютно все слоты. И глянем, сколько, какой слот мне дает. То есть, слот с ПВП я рассматривать не буду. Слот с рейда. Да, наверное, тоже, потому что это всего лишь 10 этом левел, однако тут вообще в минус идет. То есть, тут даже не 207-й лут. Как по идее, с нормал ластов. Окей. Значит, мы рассматриваем только полусы бахальных подземелий. Так, там были интересные ножки. Эти ножки, насколько я правильно помню, падают с туманов Тирна Скита. То есть, плюс 1,1%. Посмотрим это в числовом эквиваленте. Сейчас мы их найдем и посмотрим, сколько плюсов мы с этого получаем. Мы получаем плюс 51 единицу демеджа. Окей, хорошо. Дальше там предлагался тринкет. Вот, 223-й рассмотрим его. 223-й аксессуар дает 1,3%. В числовом эквиваленте это сколько у нас получается? 55 единиц демеджа. Неплохо, неплохо. Ну и получается осталась шапка. Шапка дает 1,4%. 61 единица прироста демеджа. И вот теперь спорная ситуация. То есть, либо я беру 220-ю шапку с 61 единицей демеджа, либо я беру тринкет 223-й с плюс 55, либо я беру просто-напросто ножки с плюс 51. И если бы мне не упали ножки с предласта в хм, я бы точно взял ножки. Ну и они давали бы, конечно, плюс там 151 примерно. Брать, например, шапку не особо полезно. Объясню почему. Потому что у нее не без статы. То есть, мало искусности для меня. И 220-й этом левел это и левел падающий из героика. Но мы знаем, как падают шмотки из героика. Поэтому, ну, все же можно дропнуть. Все же шансы есть, и все окей. К тому же с 14-х ключей сейчас будет дропаться 210-й эквип. То есть, это, в принципе, неплохо. Шапку можно и получше достать даже ниже этом левелом. В общем, я думаю, это усредненный выбор на этой неделе. И этот ринкет. Вот, да, абсолютно верно. Что ж, забираем 3-ничку. Как она тут забирается-то? Ага, мы делаем клик. И мы делаем клик. Ага, вы также получите 13-й эпохальный ключ. Модификатор этой недели. Тиранический, усиливающий, бушующий. Бушующий это спаун ветров. Окей, хорошо. Получается, да. Так, возьмем викликвест на 4 эпохалочки. Ну и все. Получается. Все. Надеваем 3-ничку. И радуемся полученным статам. Окей, 3-ня это хорошо. 3-ня это очень даже неплохо. Но пушка была бы лучше. Я до сих пор бегаю со 187-й зубочисткой. Уфы. Скрафчу легендарочку после похода в Таргас на стриме. И все будет замечательно. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.